Приветствую, с вами Слава и Смой. Продолжаем обзор на продукцию от компании Aura Sound Equipment. У нас уже был обзор на данный процессор, но он уже здесь обновленный. Прошивка у них тоже должна быть самая последняя. И она очень сильно увеличивает возможность вообще всех процессорных устройств от компании Aura. По поводу всех-не всех, на сайте есть более подробное... Пчелы летают. На сайте есть более подробное описание, где какая версия ставится, потому что некоторые устройства уже невозможно обновить. То есть, бешочки, похоже, поменяли. Цена данного устройства 4490 рублей. В принципе, самое дешевое, что сейчас можно взять, чтобы разрулить хоть трешку, хоть двушку плюс саб. Но, в принципе, при желании можно разрулить трешку плюс саб. Да, здесь нету поканального эквалайзера, но, в принципе, обычно этого хватает. И многие люди попросту не пользуются всеми возможностями, что здесь есть. Также Aura предвидела то, что будет опять хейт по поводу того, что Aura как-то фонит, шумит. Потому что, ну, скажем честно, данное устройство ставится как в качестве самостоятельного устройства. Неудобно, на мой взгляд. Вот если у вас стоит, допустим, планшет. Включаемся по Bluetooth, рулимся с планшета и все. У вас очень хорошее устройство получается. Потому что купить планшет с процессором, мне кажется, нереально, особенно за такие деньги. Покупаем процессор, покупаем планшет хороший. И планшет у вас не тупит, и качество звучания тоже можно настроить достаточно хорошо. Вот такая штука. RGL5202. Код-трансформатор тока. Чтобы сделать гальваническую развязку. Потому что у многих при подключении данные приблуды в багажнике, а устройство у нас находится с вами впереди, и подключено через штатную косу. Разница потенциалов. Ток бежит и наводит с вами ток. Но так как устройство здесь у нас походу никак не регулируется, то от этих шумов избавиться достаточно проблематично. Но Aura об этом побеспокоилась, дала нам вот такую штуку на обзор. Как бы ее тоже мы рассмотрим. Приважившись, посмотрим, что же у нас на сайте Aura пишет про свою модель. Самое главное то, что, внимание, на данном устройстве действует расширенное сервисное обслуживание. Что же это значит? То, что в течение трех лет у вас бесплатное сервисное обслуживание. Три года гарантия и бесплатное обслуживание. Даже с деком ваша магнитола и уедет, и приедет за счет Aura. То есть беспокоиться вообще не стоит. То есть на сайт заходим и оформляем здесь заявку. По поводу возможностей здесь, ну, вот как, допустим, любит Дель, там, уникальная корзина, там, мощный мотор для хэр-триков. Тут такого не прописано. Все чисто по факту. Устроенный модуль, препарация, ДСП-процессор. В принципе, ничего такого интереса, просто описание. Ну и есть такая переписочка. Возможность использования как совместно с любым головным устройством, имеющим хотя бы одну пару RCA, так и в качестве отдельного источника. При использовании с процессором GU Aura расширяет систему до 10 каналов с возможностью управления и с приложением Aura Audio. Когда я в первый раз сделал обзор на данную штуку, тогда еще она не у каждого была. И мне казалось, что при подключении мы сможем с вами как-то действительно прям 10 каналов у нас появится, мы их настраиваем. Но нет. Подключаемся сначала к GU, настраиваем его. Берем потом, переподключаемся к этой штуке, настраиваем ее. С одной стороны, это хорошо. У нас с вами эквалайзер чуть-чуть расширится. То есть можно где-то что-то подредактировать. Но опять-таки, не очень большая возможность. Но 10 каналов, в принципе, да, можно сделать и можно настроить более гибко. И новая прошивка действительно позволит вам сделать очень качественные настройки. То есть можно здесь сделать и VCE, SCE, MidBus и SAP без проблем. Плюс еще какую-нибудь тылушечку заперезлицать. Плюс еще какую-нибудь тылуху запитать. То есть все с нее можно сделать. Кстати, видел вопрос в группе от Aura. Один человек хотел обрезать тюльпан и подсоединить сюда динамики. Данное устройство предназначено в качестве только сигнала. Не надо сюда ничего лепить, никаких динамиков, ни SAP. Оно под это не предназначено. Сейчас рассмотрим более подробно сам процессор и приблуду к ней. Потом мы попытаемся сделать какие-нибудь замеры. Они у нас как бы были в предыдущем обзоре. Она себя, кстати, довольно-таки неплохо показала. С нами с той же синопой. Попробуем сделать так, чтобы у нас появился жуткий фон. Попробуем его исправить при помощи приблуды. Попробуем его исправить при помощи того, как оно и должно делаться. То есть грамотная настройка усилителей. По поводу нюансов работы с Aura мы поговорим где-нибудь в конце видеоролика. Ну и подведем итог. Стоит ли покупать Aura DSP 2х6? Ну и перед прослушкой, замерами и прочим рассмотрим саму коробку. Здесь, в принципе, ничего интересного. Мы сейчас дальше все это рассмотрим. Не забываем про обновления. Здесь у нас, скорее всего, QR-код на переход именно на страницу самого процессора. Ну и небольшое описание. Звуковой процессор, приложение для телефона, 24-полосный эквалайзер, 3-полосный кроссовер, временные задержки, линейные выходы, 3-репары по 3,5 вольт, хотя по факту там чуть побольше, USB-разъем с произведения FLAC, IP, FF и MP3. Ну и Bluetooth. Здесь у нас то же самое прописано. И приложение для обычного телефона и для яблочников. Вот он наш процессор. В комплектации у нас также есть саморезы для крепления, наклеечка Aura Sound, брошюры ее попозже рассмотрим, крепление процессора и фишка для питания. Ну, естественно, сам процессор. Также у нас селька гель, видим, есть. Ну и также нам Aura дополнительно присылал приблуду. И здесь одна реклама всего, что есть. Напоминаю, что Aura это единственный бренд, на который может собраться полностью ИГУ, и усилители, и провода, чего только у Aura нет. Рассмотрим по-быстрому наш изолятор. Тут, в принципе, ничего сложного. Стоит пара трансформаторов, которые как раз-таки делают изоляцию по постоянному току. То есть наш будет кроссовер, головные устройства разделены. Фактически они никак не будут соединены по массе. Естественно, разницы потенциалов здесь никакой не будет. Ток бежать не сможет попросту. Вроде как перцажки очень неплохие, туго заходят. Хотя сами по себе выглядят достаточно бешево. Сам процессор тоже достаточно хорошо встает. Ну, в принципе, это очень простое устройство. Здесь больше, кроме трансформатора и нескольких прудов, ничего нет. Брошюра. Особо здесь не будем вдаваться подробностей. Посмотрим, главное, фронт-фронт, тыл-тыл, СЧ и ВЧ. Многие, кстати, почему-то не знают, что задние динамики, то есть тыл, становятся потом ВЧ-динамиками, при переходе трехполосный режим. Так что не забывайте про это. Схема подключения к ГУ, всегабаритные размеры, как подключаться, приложение для смартфона, как выглядит приложение, что мне не очень понравилось, телефоны неудобно им управлять. Можно было все-таки сделать какой-нибудь уносной пульт туда. Может быть, будет потом какой-нибудь процессор, у которого будет именно отдельный пульт, допустим, как у моей Sinoop. Можно было хотя бы громкостью управлять и переключать пресеты. Все возможности процессора. Частот здесь просто уйма. Настройка задержек, единица измерения. Настройка задержек начинает с самого дальнего динамика, это сабвуфер. Ну и то, что регулируется с расстоянием от самого дальнего и расстоянием от рассчитываемого динамика до места слушателя. В принципе, это можно вручную убить при помощи рулетки, но я обычно настраиваю это все через микрофон. Просто с виптоном ищу, где будет все-таки погромче, значит, все-таки звук доходит до одной точки единовременно. Двухполосный режим, трехполосный режим, эквалайзеры, уровни всяких сабвуферов. Возможности действительно очень много, и самое вот это вот интересное, то, что есть пресеты. Я вот человек, который в основном ездит с музыкой именно для себя, но иногда просит включить и на улицу, а пресет на улицу мой не играет, поэтому есть отдельный пресет. Именно на улицу пресет на замер сабвуферина и замер пресет на фронт, потому что все очень сильно различается. Можно воспроизводить через само приложение Aura. Сброс настроек, обновление, USB. Также очень много всяких режимов воспроизведения музыки. Вот у нас с вами все подробные характеристики. В принципе, похоже, с консервами особо не погоняешь с ним. Ток до 5 А, потребляемый достаточно неплохо. Можно жесткий диск подключить, 128 гигов поддерживает, в принципе. И можно много-много музыки во флаке накачать. Ну, относительно много. На обычную флешку 8 гигов у меня налезло не очень много треков. Гарантийный талон и условия гарантийного обслуживания. Сам процессор тоже у нас имеет небольшую рекламу своих возможностей. То есть кроссовер, эквалайзер, звуковые задержки. Ну, кнопка Reset, USB, лампа Power, линейный вход, терминал питания. Кстати, довольно-таки он очень жестко встает, так что выпустить он никак не может. Линейные выхода. Ну, это, скорее всего, индивидуальный номер. Ну, и самое интересное, что здесь есть крепление. На Сенуопе, допустим, креплений нету никаких, не предусмотрено штатных. Поэтому его обычно лепят на какие-нибудь ленты и прочее. Это же устройство можно прикрепить к самому фальш-полу, либо куда-нибудь его спрятать. Даже можно спрятать его куда-нибудь, допустим, рядом с магнитолой под торпеду. Я тут уже вести. Верцаршки. Потому что обычно устройства штатные имеют не очень высокий уровень. Здесь же мы коротенький провод кидаем, сразу же ГУ. Сигнал у нас особо здесь не портится. И дальше в дело вступает Аура и дает нормальный уровень выходного сигнала и прямо до усилителей. Ну, как я говорил, данное устройство самостоятельное, на мой взгляд, ну, не очень удобное. Ну, если поставить, допустим, планшет вместо головного устройства, то управлять планшетом достаточно удобно. Он большой. И так же, как и с телефона, через приложение все это дело можно разрулить. Ну, и так же у вас будет большой кругляш, который можно просто брать и управлять громкостью, уровнем баса. То есть, и заменяет заодно регулятор баса. Очень удобная штука получается. Но соединять его как-то с другими головными устройствами, на мой взгляд, это неудобно. Ну, ладно. Сейчас приступим к тесту. Подключим через CineOp. Точнее, как подадим сигнал с CineOp. Посмотрим, есть ли у нас фон. Если фон у нас и будет, то это хорошо. Применяем наш трансформатор. Если фона нету, я буду пробовать давать этот фон. И будем пробовать его устранять. В общем, какую я систему сделал. У меня, видите, идут рца кулера. Они включены. И как раз-таки наводка идет по питанию. Там около 5 А. Как раз я с ними кило-то рца. Один из каналов видится в разрыв на изолятор. Теперь сейчас подойдем к дверям и послушаем их по отдельности. подойдем к дверям. Так. Так. Как вам здесь? Вот. А вот. А вот. Ну, и в другой перерыве. Включаем. А вот. 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 Синопа в качестве источника сигнала сейчас идёт. Синопа сейчас идёт в качестве сигнала у нас основного, поэтому шум идёт именно между синопой и аурой. Поэтому здесь у нас и возникает шум, то есть приблуда достаточно рабочая. Стоит сейчас выключить охлаждение. Сума нету. Ну, небольшой шум есть, потому что там ещё потребители запитаны. Получится, да, шума? Да, что-то видос у меня немножко затянулся. Попробую вот так и этак. Предохранитель ещё один свалил под хабботом, ну ладно. Я пытался как мог дать наводок ещё. В общем, приблуда работают. Шумов от самого процессора я почему-то на своей акустике не услышал. Только вот когда я вот что-то вот делал специально, чтобы, ну, действительно были проблемы. Вот, кажется, Ашки рядом с потребителями, да, вот с двигателями. Массу там если отклонивают взять, в общем, тоже начинает шуметь. Ну и пока я этот видос сделал, Аура анонсировал то, что у них там идёт восьмиканальный процессор, потихонечку у них там какой-то, в общем, идёт закрытый бета-тест. Было, конечно, интересно попользоваться какими-то железками, которые пока что не прибыли. Вот восьмиканальник, это уже интересно. Будем надеяться, что Аура в скором времени сделает шести восьмиканальники, которые, ну, рулятся полноценно. То есть полноценные процессоры, пускай даже с настройкой через ноутбук. Я на это согласен. Либо хотя бы через приложение, но в каком-нибудь урезанном таком масштабе. Допустим, срезы, задержки, а вот эквалайзер на телефоне настраивать очень неудобно, потому что добротности все вот эти. Это с компьютера удобно. Мышка тыкнула и уже там вводишь нужные тебе параметры. Ну ладно, суть в другом процессор. В принципе, есть у вас правильно проложена проводка, сделано правильно питание. Достаточно емкости везде, чтобы, ну, шум с генератора не шел. Проложено правильно ртца. То у вас, в принципе, шума быть не должно какого-то. Ну, сейчас по технической части. То есть у меня проблем не возникло. Только когда он специально пытался как-то сделать так, чтобы шум появился. Но, опять-таки, трансформатор, вот этот вот подавитель шума, проблему устранял. Да, в некоторых случаях этот шумоподавитель делал свой какой-то шум. То есть я заметил, что когда, кстати, все это делает без нагрузки, ага, там, где у нас без него шумит то, что вот мы набедокурили. А вот справа этого шума нету, но есть небольшой другой шум. Может быть, трансформатор, ну, часть этого шума не передает, но он как-то там все равно трансформируется и подает какие-нибудь там импульсы. Хрен его знает. В общем, шумы какие-то происходят, но явно с этим будет лучше. Потому что шумов от этих свистов и прочего нету. Поэтому не забываем в первую очередь делать все грамотно. Если вдруг у вас какие-то шумы и прочее, вот вам совет, разбирайте схему. Это самый простой совет, что я могу вам дать. И он очень многим помогает. Собрали систему, у вас стоит свист. Что же делать? РЦа выдергиваем с усилителя, запускаем систему. Свист есть, нету? Нету. Значит, копаем дальше. Есть, значит усилитель. Ладно, пробуем дальше. Вставляем рца обратно в усилитель и дергиваем за головное устройство. Запускаем. Фон есть, значит рца где-то проложенная. Фона нету. Ладно, втыкаем обратно в наш процессор, ну либо магнитуру. Фон есть. Попробую-ка я взять два провода и запитать свое головное устройство от дистрибьюсора, чтобы все было запитано с одной точки. Фон стал меньше. Значит, дело было в этом. Разница потенциалов. В общем, не буду полностью расписывать. В общем, таким вот методом можно выявить слабое звено и уже работать конкретно с ним, а не перебирать там тысячи и один способ устранения наводок. Ну и кстати, самое простое, что вот можно сделать, это попробовать покрутить гейн на усилителях. Аура имеет достаточно большой выход по сигналу, поэтому гейн можно сделать гораздо меньше. Тем самым шумов будет, ну, тоже, соответственно, меньше. Ладно. По поводу самой железки. Железка удобная. У нас есть крепление. Синопа, например, нету. Аура плюс. Но аура, именно на мой взгляд, это не самостоятельное устройство. Нему нужен именно какой-то планшет, либо магнитола большая, вот эта вот 9-10-дюймовая. И с ней уже, в принципе, можно будет рулить. С планшета можно рулить. Проложение скачал, хоп, она раскинул, и все, у тебя, грубо говоря, твоя магнитола, либо просто вот планшет, становится полноценным гулом. Ты можешь учесть на него треки. Ты можешь настраивать магнитол и крутить громкость. В принципе, на планшете что там, пальчиком пошевелил и настроил. Но с телефона это настраивайте. Это очень неудобно. Телефон маленький, ты можешь отвлекаться. В общем, было бы удобно, если Aura сделала все-таки какой-нибудь выносной пульт. Даже если, знаете, можно сделать вход под выносной пульт чисто под регулировку громкости и переключения пресетов, к примеру. И сделать просто как дополнительная функция. Ты можешь зайти на сайт Aura и купить этот пульт, и рулить. Почему бы и нет? Хотя бы 4-пиновый какой-нибудь пультик с регулировкой. Все, большего ничего не надо. Ну и при помощи клацания можно было бы просто выбирать пресет. Хотя, наверное, придется все-таки делать там какой-нибудь циферблат, чтобы смотреть, какой пресет ты выбрал. Ну ладно, хотя бы громкость можно было бы регулировать. Паузу там и play тоже было бы классно. По поводу возможностей. Я пока что еще веномы не обновлял, попросту времени не было. Но, блин, действительно, возможности растут очень быстро. Вот буквально недавно вот я только продемонстрировал то, что вот мы можем резать там достаточно низко все, достаточно высоко. И бац, мы можем с вами пускать, грубо говоря, сабы вместо медов. Почему бы и нет? Да, бывают на эти нюансы такие, но это тоже неправильные установки. У некоторых я замечал. Это сейчас не про сам процессор, а про всю линейку этих процессоров, магнитол и прочего. То, что начинает подтупливать приложение, подтупливает Bluetooth как-то. В основном все это дело решается отменить сопряжение на телефоне и сбросить настройки на самом устройстве, на процессорном. В принципе, все начинает подключаться достаточно быстро и без проблем. Потому что я вот людей настраиваю, у меня телефон потом просто моментом подключается. И самое главное не забываем про ACC. Если у вас все запитано через скрутку в режиме ACC, выбираем то, что ACC у нас с вами нет. И тогда все должно работать стабильно. По крайней мере, двум людям я помогал с этой проблемой, у них попросту Bluetooth не подключался, они слушают только флеш. Поэтому нужно все делать аккуратно, смотреть, что производитель нам рекомендует. Само устройство достаточно, ну, интересное. Будем ждать развития данной линейки, потому что процессоров сейчас в автозвуке очень мало. Какой там ACV или какой там есть, вот появился, там 10- или 8-канальный, в общем, еще со встроенным усилителем и за 20 тысяч. Если Aura что-то подобное сделает, это будет просто шикарно. Потому что у Aura действительно очень удобное приложение для настройки с телефона. Если что-то сделать подобное с компа, и чтобы это не просто была копирка какой-то там, ну, какого-то, Синопа, Альфарт, Кикс. Это все однотипно, это все вот у кого-то взято и просто разные цвета. Было бы вообще классно. Особенность поддержка русского языка. Да, это было бы превосходно. С пресетами, со всеми, блин. Да, это было бы классно. Может, какой-нибудь режим иллюминации туда добавить. В общем, ну, можно будет, я думаю, Aura поднакидывать каких-нибудь идей, но я думаю, они и сами, в принципе, с этим справятся. В общем, на мой взгляд, стоит купить данный процессор. Если у вас есть планшет, либо большая вот эта магнитола с большим экраном, либо еще один вариант. Как вот его правильно реализовать, я еще точно не знаю. Но, допустим, у вас есть домашняя система, есть усилители, и нужно как-то все дело разрубить. И подключаем мы все дело от компа через AUX с переходом на PC, либо по Bluetooth. И настроим. В принципе, можно попробовать поставить симулятор на компьютер и с него настроить. Тоже как вариант. Потому что, ну, по-пу, зачем нам магнитола дома? Вот, раздать сигнал, в принципе, можно с этого будет устройство. При этом использовать, ну, не автомобильный усилитель, а усилитель именно домашний. Потому что, ну, процессору Aura очень большие возможности. Еще бы с эквалайзером по канальным. Был бы классно. Ну, хотя бы по паре каналов. Я думаю, было бы сочно. Хотя бы вот ВЧ и МИД. Вот эти вот два, ну, грубо говоря, четыре канала задействия. Сабовое звено, ладно. Пускай станет без эквалайзеры, но было бы все-таки прикольно. В общем, за эту цену железка неплохая, но не хватает немножко удобства для эксплуатации. Но вы не забываем, потому что на канале есть плейлисты. Смотрим их обязательно. Все разбито для вашего же удобства. В описании очень много интересных ссылок. Наши группы ВКонтакте, моя страница. Ссылка на чат в Телеграме. Донат ВКонтакте анонимный. Номер карты, чтобы поддержать наш канал. Все-таки хочется мне взять какой-нибудь сабик от Ауры и будем поснимать обзор. Подделать, может, каких-нибудь результатов с него. Все-таки есть у нас седанчик еще, который надо будет протестировать. Если вдруг заиграть, надо будет его просто брать и тащить на соревнования. Пишем комментарии, ставим лайки, подписываемся на канал. Смотрим другие видеоролики, чтобы поддержать наш канал и поднять статистику. И двинуть нас в топ. А с вами был Стоя Смой. Всем удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok.